Приветствую вас, друзья! На дворе вторник, сегодня 7 декабря, и сегодня важный с точки зрения фундаментала день, потому что сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Путиным и Байденом. Вообще интересно, кстати, получается, Путин и Байден, Путин и Трамп, Путин и Обама, все президенты потихонечку меняются, и только с нашей стороны постоянный незыблемый человек. Да что уж там президенты, глава католической церкви, Папа Римский выбирается один раз и до конца жизни, и Путин успел с тремя из них встретиться. Сегодня мы с вами поговорим, о чем будут разговаривать главы двух стран, а также обсудим, возможно, неприятные моменты, такие как санкции для Российской Федерации. Ну и кроме этого, традиционно огромное количество полезной информации, так что смело ставьте лайк, используйте тайм-ленту, не забывайте несколько слов в комментарии. Поехали! Да, сегодня, в этот вторник, главы двух стран США и России по защищенной видеоконференц-связи обсудят некоторые вопросы. Поговорят они про реализацию женевских договоренностей, поговорят про ситуацию на Украине, про продвижение НАТО на восток. Видеоконференция начнется приблизительно в 18 часов по московскому времени, трансляция не предусмотрена, покажут нам лишь только начало этой самой видеоконференции, ну и как заявил сам Кремль, никакой пресс-конференции, никакого итогового заявления Путин после окончания видеоконференции не даст. Откровенно говоря, каких-то серьезных ожиданий относительно этого видеозвонка у меня нету. В прошлый раз, когда мы с вами обсуждали женевскую встречу, я говорил о том, что встреча де-факто оказалась провальная. Сейчас, спустя некоторое количество времени, можно сказать, что да, это действительно так. Никакого потепления между двумя этими странами не произошло. Кстати, кто не помнит, как мы разбирали женевскую встречу, вот в правом верхнем углу, прямая ссылочка на тот самый брифинг, посмотрите основные тезисы, которые там были выдвинуты. С нашей стороны, насколько я понимаю, Кремль будет требовать гарантии непродвижения НАТО на восток, при этом позвякивая оружием. Ну, а США, в принципе, тоже будут давить и гнуть свою линию. Байден до этого сообщил о том, что никакие красные линии его на самом деле не интересуют. И на всякий случай администрация президента США уже приготовила некий список санкций. Да, власти США рассматривают введение широкого спектра новых санкций в отношении Российской Федерации. Новый пакет санкций будет призван удержать Владимира Владимировича от вторжения в Украину. Пакет будет направлен против члена ближайшего окружения президента Владимира Путина и российских энергопроизводителей, а также будет включать так называемый ядерный вариант, то есть отключение России от международной платежной системы SWIFT. Сегодня в рамках специальной трансляции для спонсоров Briefing Insight, кстати, запись уже есть, в правом верхнем углу прямая ссылочка на нее присутствует, мы уже обсудили более подробно возможное влияние этих санкций на нашу российскую экономику, но если говорить коротко, то отключение от SWIFT это, конечно, будет жестко, а это ударит, я так понимаю, по экономике многих стран, но Российская Федерация в этом плане пострадает, наверное, в большей степени, чем все остальные. Новые санкции по данным телеканала CNN также могут быть применены в отношении суверенного долга Российской Федерации, хотя напомню, что с нашими ОФЗ уже как на первичке, так и на вторичке есть определенные ограничения, не знаю я, да и в принципе нету каких-то конкретных описаний новых санкций против наших ОФЗ, но в целом, знаете, я вам хочу сказать, что весь этот список, это по большому счету пока выглядит как большая пугалка. Дело в том, что для того, чтобы применить эти санкции, ну, во-первых, нужен повод, и как мы сами увидели, что речь идет о вторжении в Украину, и откровенно говоря, я очень сильно сомневаюсь в том, что это произойдет, ну, хотя бы потому, что об этом пишут все западные СМИ. Ну, а что касается принятия этого пакета, на самом деле особого эффекта, если США в односторонном порядке примет эти санкции, для нас, ну, знаете, как слону дробина, нужно договариваться с европейскими коллегами, как заявляют сами американцы, но для этого нужно, собственно говоря, уговорить этих самых европейских коллег, а мы сами знаем, что Европа на самом деле очень сильно интегрирована в нашу экономику, поэтому там не все так просто, далеко не все хотят накладывать какие-то санкции против огружения, против энергодобывающих компаний российских, так что я думаю, что перспективы вот этого пакета санкций, они очень-очень сильно туманны, и пока это всего лишь навсего просто страшилка. Но реакция на эту страшилку есть, мы с вами видим, что в тот момент, когда цены на нефть подросли за вчера, мы видим, что цены на государственные облигации в принципе сильно не показали нисходящую динамику, а вот российский рубль снизился по отношению к доллару США, при всем при том, что индекс доллара особой этой динамики на рост здесь и не показывал. Так что реакция есть, хоть и небольшая, и получается, что основная проблема, вот которая сейчас есть для рубля, это геополитические риски, они с повестки дня на самом деле никуда не уходят. И я очень сильно сомневаюсь в том, что после этой видеоконференции, ну, будет проще, как бы хуже не стало на самом деле. Ну, в любом случае, итоги этой конференции мы с вами обсудим либо в моем телеграм-канале, прямая ссылка на него есть в описании к этому видеоролику, либо завтра в утреннем брифинге, поэтому подписывайтесь на этот YouTube-канал и отмечайте видео колокольчиком, чтобы не пропускать свежие публикации. Кстати говоря, вчера в телеграм как раз-таки был опубликован пост о том, куда конкретно инвестируют наши российские частные инвесторы. Ну, во-первых, начнем с того, что приток инвестиций по итогу ноября составил 91 миллиард рублей, что немало, но и немного. А вот купили мы вот акции, с которыми сейчас возникают проблемы. Tesla, Alibaba, Apple, все это находится в народном портфеле. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на состояние народного портфеля американского ритейла. Корзина из 50 популярных акций среди индивидуальных инвесторов в США упала на 7,8% за прошлую неделю. Ритейл-трейдеры, которые скупили акции во время пандемии 2020 года, а затем выкупали провалы в ноябре, в феврале 2021 года, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле и так далее, и так далее, похоже, теперь они покидают эти самые акции. Более того, на прошлой неделе средняя дневная премия в опционах, которую ритейл-трейдеры выложили для защиты своих активов, подскочила примерно до 186 миллионов долларов США, при этом превысила абсолютный максимум. Исходя из этого, мы с вами можем сделать вывод о том, что даже ритейл-трейдеры, которые выкупали постоянное падение на протяжении всего 2021 года, сегодня меняют свое отношение к рынку и не готовы выкупать падение, более того, сокращают свои позиции, либо хеджируют их опционами. Основная причина такого поведения, я думаю, понятна. Федеральная резервная система США меняет свою денежно-кредитную политику в сторону ужесточения, и теперь уже все меньше людей думают о том, что фондовый рынок продолжит ралли. Кстати говоря, мы с вами в утренних брифингах говорили о том, что в середине декабря вот это вот ралли на фондовом рынке США, которое началось примерно с конца октября, уже может подойти к концу. Кто не помнит этот выпуск, в правом верхнем углу прямая ссылочка на него, освежите в памяти. А вот в нефти совсем другая история. 13 нефтяных фондов, которые торгуют исключительно длинные позиции по нефти, получили на прошлой неделе приток более чем в 500 миллионов долларов США, что является самым крупным приростом с мая 2020 года. Данные ETF-фонды рассматриваются участниками рынка как способ инвестирования в рынок, то есть люди закладывают туда свои деньги в расчете на то, что цены на нефть подрастут. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+, где принято достаточно рядовое решение, однако цены на нефть на этом подросли. И сегодня мы с вами можем сделать вывод о том, что участники рынка считают, что падение цен на нефть, которое состоялось в ноябре, оно где-то здесь закончено. Вполне возможно, что здесь где-то мы найдем спрос со стороны стран-потребителей, ну и, соответственно, поддержку для цен на нефть. С точки зрения технической картины, все у нас складывается очень хорошо. 65-60 это та самая зона поддержки, которая так и сработала именно как поддержка, поэтому здесь вполне возможно где-то есть спрос, как со стороны стран, которые потребляют нефть, так и со стороны инвесторов в ETF. И, как я говорил раньше, любой дикий провал цен на нефть, в принципе, можно выкупать, потому что спрос может здесь появиться. Здесь все очень просто и понятно. О том, что мы с вами будем обновлять максимумы, к этому, конечно, есть определенные сомнения. Штамм Omicron в этом смысле дает реакцию очень сильную для цен на нефть. Но, в принципе, рынок нефти сбалансирован, как было сказано мною ранее. И хоть баланс и хрупкий, но работать на нем, в принципе, можно. Переходим с вами к технической картине, но прежде я хотел бы обратить ваше внимание на свежий выпуск рубрики «Инвестиции с нуля». В правом верхнем углу прямая ссылочка на эту программу. Переходите, смотрите сразу после брифинга. Там я рассказываю про основные риски для акций китайских компаний в связи с последним дристингом акций компании Didi. Что делать, чем чревато и как от этого можно защититься, все в этой рубрике. Ну, а с точки зрения техники я бы, откровенно говоря, сказал, что ничего сверхнового мы здесь с вами не увидим. Европейская валюта от сопротивления движется к поддержке. Делает она это очень медленно. В целом здесь плюс-минус все сбалансировано, поэтому такое движение можно ожидать. Но кто сидит с целью 1.12.30, я думаю, сидеть здесь с этой целью можно. И 1.11.35 тоже, в принципе, не такая уж и неизбыточная мечта, если так можно сказать. По большому счету, эти идеи, так же, как и идеи с фунтом мы разбирали с вами вчера. Народный обзор, прямая трансляция в правом верхнем углу. Смотрите, кто пропустил. Там есть тайм-коды, разбор интересных торговых идей. Кстати говоря, фунт здесь тоже самое. Мы с вами видим, что определенное сопротивление 1.33.60, 1.33 ровно сможет сработать как именно сопротивление. Цель 1.31 вполне возможна. Обратите внимание на телеграм-канал. Там есть новость о том, что Банк Англии может отказаться от КУЕ сразу же после Банка Канады на самом деле. Но в пользу возможности понижения процентных ставок в отрицательную зону. Ну, так себе мера. С одной стороны, отказ от КУЕ должен привести к росту фунта по отношению ко всему. Но с другой стороны, взамен чего, это уже другой разговор. Следующее заседание Банка Англии состоится 6 декабря на следующей неделе. На следующей неделе вообще все, блин, состоится. Так что неделя будет жаркая. Чтобы не устать, вы можете эту неделю даже отдохнуть. Я вам в этом смысле разрешаю. Индекс доллара торгуется от поддержки 96, 95, 40 до сопротивления 97, 96, 30. В принципе, достаточно ожидаемо. Пока каких-то потрясений мы с вами здесь не ждем. Сомневаюсь, что Байден-Путин сделают здесь что-то важное. Тут скорее нужно ждать Федеральной резервной системы США и его заседания, и его итогов, которые состоятся как раз-таки вот опять же на следующей неделе. Биток упал, но за вчерашний день в целом подрос. Мы с вами вчера вот в народном обзоре 48,545 тысяч ровно отмечали как поддержка. Отсюда мы отталкиваемся, и кто смог по вчерашней дее зацепиться. Ну, я думаю, что 52,500 можно ждать дальше, на самом деле, под вопросом. Здесь мы с вами имеем, на мой взгляд, нисходящую развивающуюся тенденцию. К тому же ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС, это все плохо для битка. Падение фондового рынка США тоже все плохо для битка. Снижение инфляционных ожиданий и инфляции, на самом деле, тоже плохо для битка. Я вот говорил о том, что биткоин в принципе очень неплохо коррелирует с инфляцией. Многие почему-то считают, что почему-то биткоин упал, раз инфляция растет. А посмотрите внимательно, растет ли она на самом деле. Да, в Российской Федерации растет, здесь вопросов нет, но у нас другая природа инфляции. Вы посмотрите на основные страны, вы посмотрите на Европу. В этом месяце, на этой неделе будет публикация инфляции, там прогнозируют снижение. И есть поводы, причины, скажем так, по которым это снижение инфляции может все-таки организоваться. Инфляционные ожидания тоже, на самом деле, здесь у нас на снижение в какой-то степени идет. Так что и снижение биткоина здесь тоже в какой-то степени оправданно. Наш российский рубль слегка сыганул вчера после заявления о возможных санкциях. Хотя, еще раз говорю, это скорее пугалка. Но геополитические риски никуда не делись. И я сомневаюсь, что по итогу переговора Путин-Тирабадин тоже куда-то денутся. А так что движение вверх, которое мы с вами предполагали, да. Обращаю внимание на вот Briefing Insight. Там есть краткосрочные идеи на покупку доллара к рубля, спекулятивные. Они отрабатываются очень хорошо. Так что там, посмотрите, есть обновления. Ну, а в целом 75 долларов рублей за доллар. Я думаю, это не такая уж и не избыточная мечта. И дальше тоже, в принципе. СП500 вчера выскочил вверх из поддержки. Немножечко оттестировал и пошел в сторону 4650. Но у меня есть определенные сомнения в том, что мы сами увидим Перехай. И в том, что здесь у нас все будет хорошо. Наверное, я не исключаю, да. Мы здесь проторгуемся до заявлений ФРС. Либо до каких-то там вводных новых данных в этом боковике Перехай. Честно говоря, я в этом немного сомневаюсь. И даже есть такая вот, ну, хоть и сомнительная, и спекулятивная такая вот провокационная идея. Пошортить от сопротивления, предполагая, что нового Перехая не будет. То есть, вполне возможно, что этот коротенький спекулятивный шорт может превратиться в нечто большее. В нечто серьезную коррекцию, которая может реализоваться во второй половине декабря. Может реализоваться, а может и не реализоваться. Индекс РТС, в принципе, достаточно ожидаемо. Рубль там подешевел наш. Сбербанк, да, пошел вниз. Тинькофф, наши банкские секторы. Газпрома, вообще весь рынок, вы можете посмотреть, на объемах снизился по-серьезному. Ну, правда, все это произошло с открытием вечерки, что навевает на то, что у нас есть некая какая-то ребалансировка. Пока непонятно откуда. Но, тем не менее, в принципе, ничего позитивного для российского фонда рынка мы здесь с вами как не видели, так и не видим. 156 500, я думаю, здесь мы можем вполне достичь. Поэтому те, кто зацепился в шорт, сидим, ждем. Если выскочили по профиту, поздравляю, допрыгивать здесь уж точно не надо, но если нет, то почему бы и нет. Цены на газ стремительно снижаются. Вчера с ГЭПом вниз открылись, по итогу вчерашнего дня завалились. И для нас с вами это ничего нового не должно быть. В этих брифингах мы с вами говорили многократно о том, что с середины декабря, в принципе, снижение может организоваться. Правда, мы видим, что здесь не столько середина декабря, сколько с начала декабря, в принципе. Так что на две недели падение и фондового рынка, и цены на энергоносители реализуются чуть раньше, чем я ожидал. Свои позиции по профиту я закрыл. Конечно, хочется локти откусить, что можно было бы держать еще больше, но кто же знал, что так произойдет. Шортить на этих уровнях я бы, честно говоря, не стал. Если вы только жесткий спекулянт, то лучше шорт, чем лонги, потому что пока предпосылок для какого-то роста, на самом деле, я здесь не вижу. Весь этот хайп уже сошел на нет, мы с вами это многократно объясняли, проговаривали. Да и, в принципе, мы видим с вами по всей линейке фьючерсов на натуральный газ, что хайп закончился еще раньше, да. И цены на фьючерс, на газ снижаются стремительно, сокращая все спреды, сокращая все контанги, в общем, и так далее, и так далее. В общем, рынок газа успокоился. Вопрос, где можно и можно ли вообще откупать? Ну, если вы посмотрите на истории, то ниже чем полтора цены на газ не снижались. Поэтому, конечно, очень удобно купить бы по полтора, но я сомневаюсь, что это произойдет. Я не исключаю, что мы вот такими темпами, ну, может быть, чуть меньше темпами, дойдем все-таки до трех долларов. Три с половиной, я думаю, это даже не вопрос, до трех. Вот можно ли покупать по трем? Ну, в принципе, чисто на сколько можно, но, откровенно говоря, я думаю, что покупать просто в расчете на то, что когда-нибудь что-нибудь взлетит, это не совсем правильно. Покупать имеет смысл, если мы предполагаем, что цены на газ будут взлетать. Пока предпосылок к этому нету, так что особо купить, чтобы сидеть, ждать у моря погоды не хочется. Будем возвращаться к этой идее уже, наверное, ближе к концу весны, вполне возможно. Но пока поздравляю всех тех, кто верил в нашу идею о том, что цена на газ снизится после снижения хайпа и заработал на этом свою копеечку. А цены на золото здесь у нас без особых изменений. И вполне возможно, что от этой поддержки, от 1765-1700, может состояться некий отскок вверх туда, в район 1840. Но, как уже говорилось ранее, хотелось бы более интересные цены, то есть более глубокую коррекцию. Так, в принципе, мы с вами видим, что газ растет, золото не растет. Инфляция, инфляционные ожидания снижаются, золото не снижается. В общем, золото само по себе, в достаточно узком для себя диапазоне торгуется, и вообще его никто и ничего не колышет. Ну, вот такой рынок, на мой взгляд, сегодня. Уверен, что завтра будут еще более интересные новости. Так что подписывайтесь на канал и несколько слов в комментарии для поддержки этого видеоролика. На всем все. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok